МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она убежала от хозяев. Зоозащитники нашли их. Но домашний питомец оказался не нужен прежней семье. Сейчас девочка привыкает к жизни в приюте. За несколько дней она стала доверять незнакомым людям, раскрылась и охотно идет на контакт с теми, кого не боится. Ведет себя ласково, любит играть. Она очень любопытная. С удовольствием бежит на улицу, нюхать, обследовать, знакомиться с другими собаками. Совершенно она не конфликтная, не агрессивная. Если на прогулку она пойдет, тоже никогда ни драки не затеет. Всем рада, виляет хвостиком. А эта скромняга из Новоуткинской тяжелозаболелая сейчас проходит курсы химиотерапии от венерической саркомы под чутким присмотром волонтеров приюта. Здесь надеются ее выходить и отдать обратно владельцам. Процедуры девочка переносит спокойно, но чувствуется, что морально ей тяжело. Мы не увидели о том, что она прям очень-очень жаждет общения, хочет познакомиться, поиграть. Такого тоже собаки нет. То есть она немножечко в себе такая собака. Спокойная, доброжелательная. Видно, что переживает. И хотелось бы, конечно, ей как можно быстрее вернуться домой к хозяевам. Эти щенки появились в приюте около двух месяцев назад вместе со своей мамой, восточноевропейской овчаркой. Ее уже забрали новые хозяева. А два брата, похожие друг на друга, как две капли воды, пока содержатся в общем вольере с другими сородичами. Сегодня впервые с волонтерами вышли на прогулку. Силу возраста, они еще очень неугомонные, веселые, активные. Совсем дети же еще, еще нету даже трех месяцев. Поэтому сейчас у них идет, можно сказать, ясельный возраст. Совсем маленькие дети. Совсем маленькие дети уже привиты и полностью готовы к тому, чтобы попасть в надежные руки. Человеческое тепло, ласка и внимательный уход по-прежнему необходимы и другим обитателям приюта. Редактор субтитров А.Семкин